Привет, это Reborn, у Мудрёныча вышел новый видосик, называется Вторая мировая война, лайфхаки и DIY, это уже по-моему вторая часть, потому что на первую я уже делал обзор, если не забуду, оставлю где-нибудь сверху всплывашечку, так что посмотрите, если вдруг не смотрели, ну а сейчас давайте посмотрим новый видосик, погнали! Прошлый выпуск исторических лайфхаков, да вот именно его я и смотрел, в DIY набрал реально много лайков, неужели вам решительно так захотелось ещё? Само лайк, залог успеха, ну да, я постоянно так делаю, не осуждайте меня, пожалуйста, за это. Ещё одну подборку, хорошо, в тот раз мы закончили на Первой мировой войне, и прежде чем пойти дальше, я покажу вам это, пока смотрите и держите в голове, что по идее это должно было использоваться ещё и как кастрюля, тупо борщи варить. Серьёзно? Это типа пистолет, ты в нём варишь борщ, и он в это время тебе выстреливает в пису. Ай. Но эта приблуда существовала только на чертеже, да и пофиг, кидаем в кучу под названием DIY, и стараемся не думать о сломанной при выстреле шеи. Лучше вспомним о гибриде винтовки с перископом из прошлого видео. Во Второй мировой войне тоже фигурировала идея безопасной стрельбы из укрытия, и у немцев для этого был кривой ствол. Нет. Чё? Вот этот. Он использовался в основном для ведения... Нахрена? А главное зачем? ...боя в городе. Идея интересная, но сразу становится понятно, что вряд ли это идеально работало. Почему-то мне кажется, что он должен вообще пролететь насквозь. Ну, конечно, вряд ли, да? Но... Чё-то какой-то бред. И за скину такой... А я тебе... Через такую насадку можно было сделать от 150 до 300 выстрелов в зависимости от изгиба. Чем угол больше, тем быстрее насадка выходила из строя. И тем чаще пули, проходя через нее, ломались и вылетали дробью. Чтобы минимизировать износ устройства, в канале делались отверстия для сброса давления газа и замедления пули. Стрель... С ним оружие становилось громоздки, материала баланс. Поэтому сильно много таких насадок не произвели. Да и девушкам такое не нравится. У кого что болит? Советский Союз, кстати, тоже экспериментировал со стволами на полшестого для ППШ. Но это было уже в самом конце Второй мировой войны. У него, по-моему, лег. У кого что болит, как говорится? Но что-то мы рано отправились в конец войны. Давайте-ка назад. Как спасти огромный корабль... Не-не-не, назад не хочется. ...в слове шторма. Для этого лайфхака нам потребуется обычный человек и обычный топор. Почти в самом начале Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, советский эсминец беспощадный подвергся нападению немецких юнкерсов. 22 бомбардировщика атаковали... Ой, а комиксы я люблю. ...корабль. Эсминец делал все возможное, чтобы увернуться от снарядов. Но бомбы взрывались очень близко, и корпус начал протекать. Скорость корабля упала, и одному юнкерсу удалось спуститься ниже и сбросить бомбы, от которых невозможно умереться. Раздался взрыв, но корабль выжил. Только вот носовая часть корпуса осталась держаться на листах обшивки. Эсминец смог добраться до Одессы, откуда его буксиром повелись... Жига себе, каким образом он вот так вот смог добраться куда-то, блин. Титаник затонул, а он смог. ...топольный ремонт. Но начался шторм, и от ветра обломанная носовая часть болталась так сильно, что стала сдирать обшивку с левого борта. Эсминец наклонился, и ситуация стала критической. Тогда старшина второй статьи, Владимир Сехниашвили, схватил топор и спустился на канате. Вот это, блин, мужик. ...разлом. В условиях шторма и сильного ветра он целый час наносил удары топором по ошметкам бортовой обшивки. И в итоге обрубил носовую часть. Нифига себе, прикиньте, чувак обрубил половину корабля. Так, мне кажется, он вообще должен был затонуть вообще давно, а вот с такой огромной дырой он затонуть должен прямо вот сейчас. ...которая отправилась на дно. Благодаря этому эсминец смог добраться до Севастополя, где был отремонтирован. Охренеть, я даже не знаю. Я даже не знаю, как это возможно. Не понимаю, как это возможно. ...с историческими видеороликами, которые можно смотреть перед каждым боем и узнавать что-то новое из истории военно-морского флота. Смотрите, конечно же, не буду. ...добавляйся и будем вместе разносить вражеские посудины. Регистрируйся по моей ссылке в описании и получи пример... ...почему мудряночь, блин? Почему мне так смешно постоянно? ...трейсер Аврора, 30 дней быстрой прокачки, 1000 дублонов и 1 миллион серебра. Регистрируйся прямо сейчас. Лучше бы дали мне в жизни 1 миллион серебра. Я был бы больше рад. ...час. А если ты давно не заходил в игру, то скорее заходи, там тебя ждет бонус. Так. В 1942-м был еще один необычный случай. Советская подводная лодка подорвалась на мини примерно вот здесь. Команда, конечно, заделала пробоины, но двигаться судно уже не могло, потому что грибные винты после взрыва исчезли. Для... Исчезли. Испарились. Как будто их и не было. Магия, да и только. Вакуация экипажа туда отправилась другая подлодка. И еще нужно было время, чтобы добраться. А тем временем стало понятно, что поврежденную советскую подлодку волнами несет к берегу, где во всеоружии расположены немцы. И экипаж из того... Немцы, наверное, на это и рассчитывали. ...того, что было, смастерил парус и натянул его на перископы. Тогда они хотя бы перестали приближаться к вражескому берегу, а на следующий день подоспела помощь. Вердикт? Лайфхак отличный. Согласен. Эти под данный формат еще очень подходят бомба из летучих мышей и авианосец изо льда. Но вот дела. О них уже была речь в старом видео. Что за фигня? Если кто вдруг не видел, зацените. Да и предыдущий выпуск лайфхака... А предыдущий я смотрел и лайк даже ставил. ...того тоже не забудьте, если еще не смотрели. А сейчас мы посмотрим на прыгающую бомбу, которую... Че? Зачем она прыгает? ...придумали британцы. Она предназначалась в первую очередь для уничтожения немецких плотин вот таким образом. Чтобы разрушить прочную бетонную конструкцию, нужно либо скинуть столько взрывчатки, сколько ни один самолет не поднимет, либо скинуть меньше, но вплотную к цели, что является практически невыполнимой задачей. Сброс торпеды, которая сама доберется до цели, здесь не подойдет. Так как все огорожено противоторпедными сетями. А вот прыгающая бомба могла эти сети, собственно, перепрыгнуть. Она раскручивалась в противоположную от движения сторону и сбрасывалась со... А, да так это лягушка. ...специально модифицированного самолета. Благодаря грамотному расчету получалось так, что цилиндр весом более 4 тонн рикошетил от поверхности воды, преодолевая торпедные сети, находящиеся в воде, добирался... Офигеть, вот это забавно. ...погружался до цели, погружался и взрывался в непосредственной близости к плотине. Но проблема в том, что для успеха нужно было сильно... Так летит, блин, быстро, офигеть. ...назапариться. Самолету необходимо было лететь строго на определенной заранее высоте. Да это жесть, сколько много расчетов надо. Да, около 20 метров над водой. Для этого на шасси... Всего лишь 20 метров? Ахренеть. ...фонари, лучи от которых сходились на поверхности воды, именно когда самолет находился на нужной высоте. Помимо этого, важно держать определенную скорость и через простой прицел определять расстояние до цели и момент, когда нужно сбросить бомбу. Испытания прошли в конце 1942 года, и всем идея понравилась. А через полгода британцы уже провели полномасштабную операцию с использованием прыгающей бомбы. Разрушить немецкие плотины удалось, и вроде как достигнут успех. Офигенно вообще. Нет, конечно, в этом ничего классного нету, это все-таки война. Но это, блин, до такого додуматься надо. Но из-за того, что самолетам пришлось лететь так низко, немецкие зенитки сбили 7 британских самолетов из 19. Но это можно было предположить. Такие потери и сложность исполнения операции стали причинами, по которым проект прыгающей бомбы прикрыли. Зато сломали дамбу. Вот лайфхак с зенитками. Их прямые задачи сбивать вражеские самолеты, плюс обеспечить заградительный огонь, который не позволит бомбардировщикам неприятеля, спуститься ниже и точнее сбросить снаряды. Но на деле их часто применяли для другого. Для уничтожения танков. Все, что нужно сделать для этого, это вывести орудие на прямую наводку, затолкать в него бронебойные патроны, и все. Очень... Ну, а... Логично. Хорошо себя в этом деле показывала советская зенитная пушка 52К, которая могла расправиться с броней новейших немецких танков 43-го года. И на базе нее... Заметьте, советская. Блин, в СССР хорошо все делали. Вы понимаете намек. Делались орудия для советских танков, но и у немцев тоже были такие же зенитки. Вот самая известная, которая также... Известная, а я про нее первый раз слышу и вижу вообще, первый раз как-то странно выглядит, какой-то трансформер. ...пользовалась в борьбе с танками, и на базе которой также делались орудия уже для немецких танков. Отсюда вытекает следующий лайфхак. Если образцом такого орудия была зенитка, значит танки могли сбивать самолеты. Ну, на самом деле нет. Но есть один популярный и хорошо описанный случай, когда такое произошло. Советский танк Т-34 под командованием Александра Фадина сбил транспортный самолет, который пролетал низко для сброса провизии припасов. Ну, блин, потому что низко пролетал. Гораздо чаще, но не сильно, самолеты сбивали с обычных винтовок. Хрена себе. Смотрите, самолет. Я сбил самолет. Из винтовки. Охренеть, я не представляю, как это. Вынуждая их либо экстренно приземляться, либо разворачиваться и лететь на ремонт, были случаи уничтожения летящих низко самолетов противотанковыми ружьями. Зенитки по танкам, ружья по самолетам. Это вот хорошие лайфхаки. Давайте посмотрим плохие. Британцы придумали кое-что не только против плотин, но и против самолетов. О, такая штуковина установлена. Что это, это фотоаппарат какой-то, что ли? Я тебя сфоткаю, и ты разобьешься. ...навливалась на кораблях. Одним залпом она выпускала в воздух мины с парашютами, которые, по идее, должны были медленно спускаться вниз и обеспечивать эдакий щит от авиации противника. Если бы самолет зацепил парашют или тросы, то мина притянулась бы к самолету и взорвалась. Но тут, как всегда, в голове звучит красиво, а на деле пилоту самолета очень хорошо видно все, и попасться в такую ловушку он может только по какой-то необъяснимой невнимателям. На то, чтобы создать завесу из таких мин уходило много времени из-за долгой перезарядки, а сами парашюты после раскрытия частенько несли мины в сторону выпустившего их корабля. Короче, со временем Британия поснимала эти минометы... Ну это какая-то странная реальная штука. ...своих кораблей. Хочу еще гениальных идей. Давай. И у американцев есть одна подходящая. А ну-ка. Кто я, Мудряныч? Кто я? Джики-чан. Это так называется очень вонючая жидкость, которую Америка сделала для французского сопротивления. Пахла она говной. И по задумке из маленького сосуда с атомайзером, жидкостью нужно было незаметно пшикать на немецких офицеров. Че за херня? Если бы военный был около немецкого офицера, зачем бы ему пшикать на него говно, если его можно было бы просто грохнуть? Че, прикол? Я не понял. Или это он придет потом к своим в армию, все будут одни выржать, типа, ха-ха, обосрался. Ха-ха, че за херня? Так, с целью реализовать их таким образом, но мне кажется, можно дальше не продолжать, да? И так, понятно, что не особо это было полезно. Ну и напоследок, конечно же, самые безумные идеи Германии. Такие как огромный, весом в тысячу тонн, танк-крыса, вооруженный двумя... Хрена себе крысы, это больше на слава похоже. ...обельными пушками и сверху утыканной зенитками. Огромная пушка Дора. За рассказом о ней, опять же, может... Дора? Дора? ...обратиться к вот этому видео на канале. Но если танк-крыса вам показался большим, то что скажете про танк-монстр с экипажем в 100 человек, и для которого пушку Дору немцы хотели установить в качестве главного оружия... КАПЕЦ! Что за Дора, дура? Эти танки не были построены, и о целесообразности таких проектов отзываются плохо. Медленные громилы, являющиеся легкой целью для авиации. А для тех, кто любит подлиннее, у немцев была Фау-3. Интересная конструкция, в которой по 140-метровому стволу последовательными взрывами разгонялся снаряд. Предполагалось с помощью пяти таких штук обстреливать Лондон через Ла-Манш. Но при попытке их построить, британская авиация совершала налеты и не давала это сделать. Так, а вот сейчас приготовьтесь. Дальше вообще чума. Акустическая пушка. Немецкие ученые совершенно точно поняли, что инфразвук успешно ломает людей, заставляя их... Ломает людей. В прямом смысле? Или он сломается и будет тебе рассказывать сказки? ...испытывать неосознанный страх, а дышку и желание какать. Но только вот как направить звуковые волны на врага выяснить не удалось. И все симптомы пришлось испытывать только персоналу орудия. О, вот это вам как? Ой, что-то я как и захотел. Труба, которая закручивает внутри себя газ и на выходе создает 300-метровое торнадо. Это какой-то большой бонг, по-моему. Либо же второй режим. Это стрельба порциями вращающегося газа, которые могли ломать доски с 200 метров. Основная... Какой в этом смысл? Задумка была сбивать самолеты, но самолеты обычно летают выше. Еще у немцев были невероятные идеи подземно под... Это вот эта вот фигня снизу, прям мне напомнила бур из аватар легенда Абанги. Если вы это тоже подумали об этом, ставьте лайк. ...водных лодок. Ну и самое грандиозное, это орбитальная станция с огромным зеркалом. Что? Он что, хотел построить звезду смерти, что ли? Че? Для фокусировки энергии солнечного света на врагах. Привет, Архимед. Типа... Мы в детстве поджигали муравьев, а они хотели поджигать людей. Ха-ха-ха. Че за херня? По расчетам, такое устройство могло плавить бронетехнику. Странно, что Германия распыляла свои ресурсы на такие проекты. Когда мог... Так, бред. ...глаз сосредоточиться на создании ядерного оружия. Ну... Учитывая, что первыми расщепили атом именно немцы. Да ладно. Слушайте, а хотите лайфхаки и диайвай и холодной войны? Хочу. С вас много лайков? Все. С меня много лайков. Один. Прости, больше поставить не могу. Офигенный ролик. Он, блин, и познавательный, и смешной, и интересный. Хотя это то же самое, наверное, что и познавательный. Короче, ролик офигенный. Мудрёноч, как обычно, респект тебе за него. Но если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под роликом. Не забывайте переходить в описание. Там есть ссылочка на новую группу, где я выкладываю свои реакции. Есть ссылочка на бусти. Ну и так далее. Короче, сами всё увидите, переходите. Ну а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.